Александр Петрович Ильичинов, взаимосвязь иммунитета, ауры, эзотерических знаний. Так, послушаем, послушаем. Начнем у нас сегодня 30 сентября 2023 года. Сегодня православное христианство празднует праздник веры, надежды, любви и матери их Софьи. Софья переводится с греческого как «мудрость». Попробуем про эту мудрость и говорить. Что могу сказать? Легенда гласит, что Софья, это мать и у нее три дочери, во II веке н.э. пострадали за веру христианскую. Тогда вера только начинала распространяться, подлежала гонению. И вот их предали. Ну, в смысле, дочерей смерти, а мать там через несколько дней умерла на могиле. Вот сегодня этот праздник и празднует. В прошлый раз я попытался новые знания рассказать. И на меня, конечно, гонения тоже были кое-какие. Поэтому я надеюсь, что сегодня их не будет. Я вот взял кадры из прошлого, значит, моего выступления. Надеюсь, сегодня будет все мирно. И новые знания, может, они хоть и непонятны, но прослушаем их. Слушайте, вы мало изменились, совсем не изменились. Да, за неделю совсем не изменились. Значит, что могу сказать? Что уже давно подмечено, что здоровье, события жизненные, ситуации и прочее связаны каким-то образом со звездным небом, значит, с лунными календарями и прочим. Для этого существуют всевозможные астрологи и прочее. Вот, вот эту фотографию я сделал у себя на даче вчера, значит, вот это у меня деревня Шахматова, значит, вот видите, вот Суперлуния, вот эта огромная луня, значит, я что-то вот сблинил мне проснуться пораньше, и я сфотографировал эту луну. Это вы ночью вышли на дорогу. Ночью дорогу, это рядом с моим домом, там дорогу, не надо было переходить. Значит, вот, значит, это было вчера, вот Суперлуния, а сегодня 30 сентября 23-го года, да? 29 сентября произошло роковое или судьбоносное, вот это Суперлуния, по-другому назвать, ну, так астрологи называют. Это самая мощная лунная фаза, все процессы в этот период становятся очень интенсивными. Суперлуния дает нам возможность освободиться от старых домов, вот сейчас будем освобождаться. Сейчас идет 16 дней лунного цикла. Символ дня – бабочка, а девиз дня – осуществление. Это время расширения наших возможностей. Сегодня можно совершить максимум задуманного и проявить свои способности на самом высоком уровне. Именно в этот день проверяется реальность наших планов. А число 30 в качестве даты является неким итогом человеческой жизни. Оно связано с космическим источником мудрости и заполнено иллегиями трансформацией. Так что, как бы, символично вот это вот. Софию празднуют с ее дочерями. Дальше что? Значит, лекция в основном будет построена вот по этой книге «Илежорность истины», авторами которой являются вот эти две замечательные женщины – «Секлитва» Лариса Александровна и «Истрельникова» Людмилы Львовны. Кроме того, тут просто я не показал, будет еще одна книга, которой я брал, значит, информацию. Это «Создание человека». Там тоже много про здоровье написано. Александр Юрьевич, громче, может, вы прокладываете? Вас не слышно, вот даже здесь, на первом ряду, плохо слышится. Постараюсь. Громче говорите. Здесь предоставлена схема в зависимости органов от времени суток, вот справа, и от, значит, лунных циклов. Какой орган с какой фазой Луны связаны, значит, и в какое время включается то, и, значит, орган человеческий, то есть они, как бы, работают в определенное время. Следующее. Вот эта книга называется все в нужный момент. Авторами этой книги являются два автора из Германии. Она все время переиздается, но это старый вариант, до 2016 года, но она постоянно переиздается. И в этой книге есть, допустим, вот эта табличка, это я привел часть этой таблички, где описано, значит, вот, какой знак зодиака, на какую часть тела влияет и систему органов, как он влияет. То есть это надо почитать, я просто вам так вкратце говорю, кто хочет, почитай, то есть в какое время удобнее принимать лекарства, там, для одного органа, для другого, или наоборот, не стоит, когда нужно делать операцию, когда не нужно делать операцию. Ну, правда, надо еще голову прикладывать, потому что если у вас срочно там поднялось давление, а вы будете ждать нужный, так сказать, лунный месяц, это дня-день, да, помрете. Поэтому надо тоже голову включать, если нужно что-то срочно сделать, значит, надо делать. Ну, а если это не горит, то лучше, конечно, придерживаться определенных вот подобных таких вещей, как лунный календарь, например. Ну, в этой книжке там много чего, но это я вот просто чуть-чуть взял вот это видео. Теперь, значит, нужно так учиться этот момент, значит, надо понять, как. Все контролируется высшими. То есть, вот, наверху высшие там, раз, значит, все и не контролируется. Любые глобальные процессы, не только Солнечной системы, но и всей Вселенной контролируются и управляются. Поэтому включение органов человека в работу совместно с планетами Солнечной системы и затем в выключениях из данного процесса осуществляется на основе деятельности высших личностей и в них задействованы не только определители, но и другие высшие существа. Определитель – это в старой терминологии ангелохранители. Новый значит определитель. То есть, если вы думаете, что там, вот, соответствующие с этим слунными календарями, звездами, они сами там как-то с собой включаются, ничего подобного. То есть, существует система высших личностей, которые все это регулируют, контролируют, управляют и рассчитывают. А не само по себе. То есть, звезды сами по себе непосредственно не влияют. Так, человек создан не для пустого времяпровождения, а для определенных целей Бога и высших систем его иерархии. А если есть цель создания, то, следовательно, у каждого человека есть определенные обязанности перед создателями и окружающим миром. Но материальное тело, его построим таким образом, что при обрывной энергии человек совершенствует свою душу. То есть, работая на других, человек развивается и сам. Человек строился всегда во взаимосвязи с энергиями земного плана и планет Солнечной системы. То есть, он не сам по себе. То есть, как хочу, так и делаю. Значит, что здесь вот нарисовано? Дело в том, что вот уже многие заметили, что долго без сна человек просто погибнет. Опытов много было и на животных, и на лекопитающих, и на лягушках и так далее. Так что происходит? Когда человек спит, во время фазы быстрого сна, ему, ну, так сказать, по-простому, из космоса, передается так называемая первичная энергия, которая его и восстанавливает. То есть, он получает эту энергию процентов на 80 примерно во время фазы быстрого сна. А потом, во время медленного сна, эта энергия уже распределяется по всему организму. То есть, там много энергии. Какая-то для сердца, какая-то для легких, какая-то для какой-то работы физической, для умственной. Вот она во время быстрой фазы сна поступает. А процентов 20 может и днем поступать. Но 20 – это недостаточно. И эта энергия, она имеет свойство не накапливаться в организме. И за счет того, что вот если человек не спит 5 суток, то он ее теряет. Ну, из тонких оболочек она там есть немножко. И вот через 5 суток, если не спать, начинаются необратимые процессы, и человек просто начинает гибнуть. Все. Поэтому спать нужно обязательно. Значит, ну, у каждого по-своему, кто 5, кто 7 часов спит. Я просто принцип говорю, да? Со старых позиций, здоровый образ жизни – это правильное питание, занятие спортом, соблюдение режима сна и отдыха. Все это современному человеку хорошо известно. Но правильный образ жизни – это и есть режим работы биологически, формы человека, при которой его жизненная программа выполняется правильно. Человек, изменяя режим своего существования, то есть отклоняясь от своей программы, приводит к тому, что начинает производить энергию не того качества. То есть если мы едим там все подряд, или чем-то, значит, нарушается энергообмен, и мы бывшим личностям и себе отдаем не тот продукт. Исходя из высосказанного, здоровый образ жизни человека можно рассматривать совершенно с новых позиций. То есть правильный образ жизни, что аналогично здоровому образу жизни, это тот режим бытия, который позволяет человеку точно выполнять свою программу жизни. А это, в свою очередь, означает, что человек производит для высших миров то качество и количество энергии, которое планируется высшими по отношению к нему. Когда же правильный образ существования не соблюдается, это равносильно тому, как если бы реакция пошла не в ту сторону и дала не тот результат. Для человека подобное сопровождается тем, что он производит некие энергии качественно и не дозаёт их количественно. А поэтому у него появляются энергодолги перед космосом и высшими, которые приходится отрабатывать через болезни и сложенные жизненные ситуации. Ну, чтобы понять, допустим, Мерседес заправить, допустим, там, керосином и всё чем-то, ну, и что из него будет, значит, что он будет выдавать. Поэтому мы, соответственно, должны выдавать определенную парадоксию космосу. Можно назвать следующей причиной, по которой Бог не сделал человека абсолютно здоровым, то есть допустил возможность болеть ему и страдать. Первое. Болезнь очищает человека и помогает ему отрабатывать долги. Дальше, что болезнь делает человека гуманнее, формируя в нём качество сострадания к другим, учит заботиться о больных и немощных, а значит, его душа нарабатывает положительные качества. Вся медицина строится на гуманности, на великой любви к больному. Третье. Болезнь помогает человеку исправлять последствия своего неправильного образа в жизни. То есть, когда вы болеете, органы перестраиваются таким образом, что они вырабатывают ту энергию, которую должны вырабатывать. Ну, к примеру, так сказать, ну грубо сказать, допустим, они должны вырабатывать, допустим, 5 кГц, да? Вы что-то не так делаете, и они стали вырабатывать 4 кГц. И при этом, значит, органы перестраиваются и начинают всё равно вырабатывать 5 кГц. Но вы чувствуете, что он больной и страдает. То есть, это вот такая вот штука. Ну, это, конечно, примитивно. Так. Она вырабатывает стойкость духа болезни, то есть желание выздороветь и прочее. Дальше. Болезнь помогает развивать интеллект человека и способствует прогрессивной души, так как благодаря различным заболеваниям развивалось множество отраслей познания. Вирусология, генопатия, хромакеология, медицинская техника, и сама медицина получила множество направлений развития. Ну, как там хирургия, терапия и так далее. То есть, развивает человека и вот умственно, то есть, помогает развиваться. И, конечно же, не надо забывать, что болезнь даётся личности как наказание за неправильный образ жизни. Например, некоторое простудное заболевание появляется по причине небрежного отношения к себе. То есть, люди не делают закармливания, занимаются физкультурой, ещё что-то, значит, да. Или, допустим, антисенитария у нас, допустим, помойки там, ещё что-то развели, да. Дальше. Невыполнение обязанностей и самосохранение приводит к повреждениям его тела. Если человек не соблюдает определённые правила существования, например, превышает допустимую скорость на дорогах, то попадает в аварию. Его тело получает повреждения. Если на работе и дома не соблюдает технику безопасности, то он же может повредить, порезаться, сломать руки и так. Таким образом, в своих заболеваниях человек виноват сам или его окружение. Однако всё пересисленное способствует развитию его личности, болит тело, а душа прогрессирует. Так. Вот эта книга Лавровой Валентины Павловны, часть первая «Ключи к тайным жизни». Что про это пишет Лаврововна Валентина Павловна? Больной человек – преступник. Он не должен быть дармоедом и сидеть на плечах работающего населения исключительно по слабости своего здоровья. Когда такому больному предлагается хотя бы лёгкая физкультура, растительная диета или небольшие голодовки, он с негодованием обиды отвергает. Всё, по его разумению, должно быть даровано врачом или экстрасенсом, богом или дьяволом. Всё равно кем. Лишь бы не напрягаться, не потеть самому. А здоровье, так же, как и хлеб свой, надо зарабатывать в поте лица своего. Лично я это хорошо усвоил, что и вам советую. Это вот Лаврова Валентина Павлова. А теперь перейдём к циклинтовой и стрельникам. Что они по этому поводу говорят? Антенну вижу. Антенну? Да. Это цветы там. С левой стороны. Ладно. Способ борьбы со смертью. Какой способ борьбы? Высшие не терпят бесполезного существования, лени и паразитизма. Поэтому человеку надо постоянно им доказывать, что он живёт не впустую. И каждый день способен познавать новое и прогрессировать. Чтобы молодого человека не забрали из жизни раньше времени, он обязан ставить перед собой цели развития. Достигая одной цели, необходимо ставить следующую. Таким образом, интервит доказывает, что способен прогрессировать постоянно и энергии, выделяемые на его жизнь, высшими расходами снизля. И ещё очень важно стать нужным для космоса здесь, на Земле. Если человек постоянно работает на высшей космической системе, видите, в этом единственный смысл жизни, то он получает защиту сверху. И вот дальше хочу обратить внимание. И может жить столько, сколько сам посчитает необходимым. Не 60 лет, а может и 100, и 200, и 300, и больше. Есть эликсиры молодости, которые воздействуют на... Это из книги «Создание человека», вот эта информация, с эликсиры и стрельниковой. Есть эликсиры молодости, которые воздействуют на организм, считая память о том состоянии организма, когда он был молод, по-прежнему образцу восстанавливает его. Некоторые вещества подобных эликсирам воздействуют на организм в соответствии с программой развития тела человека так, что развитие начинает идти в обратную сторону, и человек молодеет. И вот здесь, это тоже вот из «Секретов и Стрельниковой», из «Создание человека», а, нет, извините, там есть в другой книге, но неважно, тоже из их книги, приводится эликсиры молодости. Это один из вариантов эликсиры молодости. Из чего он состоит? Значит, один стакан, 200 миллилитров, надо заполнить четырьмя равными частями. По объему, не по весу, а по объему. Значит, одна часть – это родниковая вода, одна часть – мед натуральный, одна часть – белок свежего деревенского яйца, не весь, не все яйца, а именно только белок, и одна часть – подного молока. И вот это все перемешать и за один, значит, в три раза выпить, то есть на утро, в обед и в ужин. Вот такой эликсир молодости, что они рекомендуют. Дальше что? А вот теперь вернемся к теме нашему, значит, про иммунитет, значит, да, иммунитет. Информация – есть энергия, а энергия – есть информация. То есть все, что человек говорит, делает, значит, да, вот он произносит какие-то слова, является определенной информацией. То есть он при этом вырабатывает какую-то энергию. То есть, значит, еще раз, информация – есть энергия, да? Да, а энергия – есть информация. То есть вы не разделяете информацию и энергию. Нет. Хорошо. Сейчас. Дальше что? Ну вот эту таблицу я в прошлый раз показывал, я ее сейчас тут еще раз показываю, значит, да? То есть это какой цвет ауры должен был приобрести человек в конце той или иной расы. У нас сейчас заканчивается пятая раса, и практически все должны были иметь ауру голубого цвета, значит, да? Вот. Голубого цвета. Теперь, значит, есть Алексей Горас. Он немец по, значит, поколям своим. Он жил сначала в России, потом переехал в Германию. Сейчас опять он в России, живет в Викенбурге. И вот когда он жил в Германии, он провел такой эксперимент. Вот фото один слева, это его аура Алексея, значит, изначальная, значит, да? А справа аура его, видите, значит, да? Это Алексей Горас после 17-дневного чтения молитв. Ауру снимал в Германии специальной камерой. И вот там Aura Vision, как там, вот 6 тысяч. Вот эта камера. Вот этой камерой снималась аура. Значит, что при этом произошло? То есть Алексей Горас приобрел вот этот голубой цвет ауры после того, как он 17 дней читал новые, я сейчас скажу, новые молитвы по 118 раз. Каждый день. 118 – это число второго пришествия, или, ну, второго пришествия, как там это, альфа и омега, если там посчитать то же, что 18 будет количество. И вот он читал 17 дней, и у него аура приобрела вот такой цвет. Что такое молитва? Когда вы произносите молитву, то есть вы произносите определенную информацию, и при этом вырабатываете определенную энергию, да? И вот эта энергия, она как бы подзаряжает вашу энергетику, вашей души, и при этом аура вот таким образом меняется. Дальше что? Вот христианские молитвы, они построены на старой энергии. То есть они могут поднять ауру только до желтого цвета. Если у кого-то красная аура, и читать христианские молитвы, они поднимутся вот до желтого цвета. Потому что они рассчитаны на прошлые энергетики. Теперь, значит, у этого Алексея Горасова в Германии был знакомый Евгений, его звали Евгений. Есть сейчас новая методика лечения, лечение кодами. Значит, Гробовой принимает эту информацию, имеет лечение кодами. Есть Мараховская Нона, у нее тоже есть, по-моему, пять книг уже, лечение кодами. Как этот принц работает с физической точки зрения, современным физиком очень сложно понять. Ну, короче говоря, каждый орган имеет там свою кодировку и так далее, программу. И вот чтение этих кодов позволяет вернуть кодировку в исходное состояние при отклонении органов. И эти коды разрабатываются высшими системами, космическим разумом. И потом контактерам просто они даются в готовом виде. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы сократить энергетические расходы на лечение человека. Чтобы научить человека, чтобы он сам себя лечил. В основном, то, что высшие личности лучше наших врачей лечат нас. Мы просто это не замечаем. И на это тратится очень много энергии. И вот сейчас создается новое направление, оно пока еще не получилось широкого применения, только в начальной стадии. Но вот они надеются, что пойдет. И вот он после чтения... Еще раз, какое новое направление? Лечение кодами. То есть вы определенные коды читаете, допустим, 515, 718, 200... Это числа. Числа, да. И слова, а числа. Числа, да. И слова, код. Коды читаете. Но коды не просто обычные. Там специально разработанные коды. При этом вырабатывается определенная энергетика, которая корректирует какие-то органы. Причем вот у Мураховской есть коды, которые лечат рак головного степени, аж четвертой степени. Есть и такие коды. Я с кодами Гробового не знаком, а вот с Мураховской, с Нодом Мураховской, знаком. Так вот, значит, этот Евгений, он с новой информацией никогда не был знаком. Вообще о ней не слышал. Это тоже в Германии происходили опыты. И вот после чтения кодов у него агро принесла вот такой. Дальше он читал книги Секлитовой и Стрельниковой. Вот. У него аура приобрела. Видите цвет, да? И еще дополнительно стал читать новые молитвы, которые... Ну, там всего три молитвы. Они созданы по книге «Законы мироздания» или «Основы существования божественной иерархии». Вот. И там просто по этому тексту сделаны молитвы специальные. И вот он отчитал молитвы, аура у него приобрела вот такой цель. То есть новые, просто знания, новые знания, значит, вот так влияют. Значит, теперь объясню, при чем тут эзотерика, как это в названии темы. Дело в том, что душа устроена таким образом, что она запоминает только одну информацию раз. Если вы ту же самую информацию пытаетесь впихнуть в душу второй раз, то она считается уже бракованной. То есть если вы в компьютере, там на диск можете записать один и тот же файл там сто раз, то в душу разрешается только один раз записать. Второй раз это уже лишнее, там она уже есть, эта информация. И поэтому, когда вы второй раз записываете, она считается браком и не пропускается. Или там по-другому, грязными энергиями, или там можно грехом назвать, как хотите. Ну, в общем, это брак. Потому что эта информация уже есть, и второй раз там ее записывать не надо. Поэтому, а какой информации надо записывать? Вот как раз тут вот эзотерические знания, они и философские, новые философские знания, эзотерические, новые научные знания, они имеют более высокую энергетику, более высокий потенциал, чистоту и прочее. И они уже в душу проходят. А самыми высокими знаниями, самыми энергетическими, новыми, как раз являются те, которые Бог посылает через своих посланников. А эти знания передаются только примерно раз в две тысячи лет. Причем Бог никогда не повторяется. А зачем повторяться? Он должен новое дать. Зачем старое тогда? По этой причине эти знания, они очень сложно воспринимаются, потому что они рассчитаны на длительный период, примерно на следующие две тысячи лет. И современниками очень редко плохо усваивается. Ну, тому причину, неделю назад, то, что я докладывал, тут такой вот стоял, как раз невосприятие вот этой новой информации, отторжение ее. Вот. По этой причине, если вы изучаете новую информацию, более высокого уровня энергетичности, чистоты, то у вас вот аура приобретает вот такой цвет. Вот поэтому вот эзотерические знания, изучение философских, знания новых эзотерических, повышает энергетический. А что такое иммунитет? Иммунитет – это, ну, возможность сопротивления, значит, какое-нибудь заболевание, да? Но при этом надо понимать следующее. Да, там, питание, все это, образ правильной жизни, все это влияет. Но у каждой болячки есть свой энергопотенциал. И если ваш потенциал души выше потенциала этой болячки, а по физике более высокий потенциал всегда подавляет, более низкий потенциал, поэтому у вас иммунитет больше, и вы этой болезнью никогда не заболеете. Вот так вот работает иммунитет. Вот. Отсюда, значит, надо всегда вот постигать новое. А что такое новое крещение? А, сейчас расскажу. Ну, а из любопытства хочу показать свою ауру. Это вот аура от меня, то есть докладчика. Я ее делал, ну, года не помню, в общем, несколько лет назад. Вот так она выглядит. Кому это интересно? Александр Ильич, а, сейчас заканчивай. А, что в России делает, в принципе, приборы по ауре? Ой, я не в курсе. Я хотел повторить. Ну, это же делали. Это рядом со мной, там, недалеко, где я живу. Но я хотел повторить. А, видимо, там дорого помещение снимать. Она съехала, а больше я не стал искать. Вообще, по Москве... Снимали путь к себе, там у нее приборы. Да, приборы специальные. Как я снимаю? Путь к себе где? А? В Москве снимали? В Москве, это я, метро Каховский рядом, там у нас было. Но сейчас она уехала куда... Посмотрите в интернете, найдете, где можно снять. Так. И заканчиваем. Выводы, значит. Чтобы вылечиться от какой-либо болезни, необходимы следующие условия. Первое. Сообщить небесным учителям, не там, определителям, как хотите, или ангелам-хранителям назовите, да? Своему ученику необходимой для этого энергии, чтобы вылечиться от болезни. И дальше что? Подать небесным учителям команду на включение программы оздоровления организма. То есть есть там программы, значит, которые он включает, и у вас организм начинает оздороваться. Человек должен вести правильный образ жизни, быть духовно чтитом и выполнять морально нарастные законы развития общества. Без этих условий человек не может выполнить свои обязанности по отношению к очному. То есть надо морально и новым соблюдать. Ну и, грубо говоря, те 10 заповедей, которые еще Моисей получил, да? Дальше. Очищение всего организма с помощью сухого каскадного голодания. Ну вот это я протектовал, это как раз вот Лаврова Валентин Павловна. Я там первую книгу показал, а у него 7 книг. А во второй книге у этого методика описано. Могу сразу сказать. Замечательный способ, но просто так захотел голодать, не советую. Надо сначала окунуться, выяснить, что, чего, как, какие там возможности, какие подводные камни и так далее. Если вы начнете голодать, не изучив способ, вы только себе навредите. Это первое. Второе. Нельзя начинать голодать более двух дней. Три дня, если вы никогда не голодали, не рекомендуется, тоже нельзя. Ну, во-первых, надо к этому подготовиться, а при голодании могут выходить шлаки и так далее. Может, самоотравление просто, чтобы организм, если вы не в курсе. Ну, да. Приготовка, приготовка. Да. И выход из голодания, там есть определенные требования. Выход как из голодания. Вот. А выход там, он небольшой, там буквально несколько часов, но потом вы можете есть практически все, что хотите и сколько хотите. То есть не надо там по чуть-чуть начинать. Сколько дней голодать? Сколько дней голодать? Я по пять дней максимум голодал. Сколько надо выходить? Не, выходить надо, говорю, несколько часов. Буквально 4-5 часов. Если месяц голодал, что же, надо 5 часов? Не надо, я про другое голодание, про сухое. Там не надо месяц, там максимум 5 дней. И причем, говорю, начинать нужно с двух дней. И еще, желательно вести подробный дневник, как вы себя чувствовали. Как там, у вас какое настроение было, что вы ели, пульс мерить, подсохнутый пульс, там давление, там еще что-то, температуру. Почему вести дневник? Если что не так получится, мало ли что не так пойдет. Врач хоть ваш дневник почитает. Не вспомните, что было. Если вы врачи, то врачи, то врачи. Нет, ну, по крайней мере, он... Вы знаете, почему? Да. Ну, и так далее, значит, да. То есть, есть некто... Врач может дневник. Нет, ну, чтобы вернуться назад и вспомнить, что не так сделали, да. Особенно, когда вы только начинаете голодать. На том свете. Ну, почему еще нельзя, да. Я когда вот начинал голодать, да. Выходить надо там на жирной, жидкой пище. Допустим, какой-нибудь кисломолочный продукт. Или там, допустим, бульончик куриный. Соками обычно выходит. Ну, давай спросим. Соками нельзя выходить. Александр Петрович, вопрос. Ну, короче, почему? Брек же советовал на соках выходить. Как же нет? Значит, почитайте эту книгу. Зачем мне книгу читать? Я же про опыт говорю. Супчик. Я только... Соками выходит обычно. Ну, ладно. Короче говоря, вопрос такой. Это вопрос другой темы, значит. Да, да, правильно. Это вопрос другой темы. Сейчас так. Дальше что? Значит, изучение новых знаний перед Богом человечества. Ну, частности, законы мироздания или основы существования Божественной Иерархии. Без этого невозможно полное омоложение организма. Значит, небесный учитель человека не выполнит первые два условия. То есть, не подаст энергию и команду. Большое желание самого человека. Стойкость и выносливостью души. То есть, мало сказать, я вот хочу. Надо не хотеть, а еще и делать это дело. Да? И последнее. Человек должен не забывать, что только высший властвует над его жизнью. И поэтому никакие ухищрения, знания, блат и богатства не могут стать ему вечным. Человек может жить практически сколько угодно долго. Сколько сам того пожелает. Но при условии, если он работает на космосе, сейчас на Земле. Теперь по поводу, отвечу, нового крещения. Значит, старое крещение – это мы, значит, дотрагиваемся лба, да, пупка, значит, и плечи. То есть, мы это лечим. Вот когда мы делаем пальцы, так сказать, вместе, да, то отсюда энергия выходит из пальцев. И мы этой энергией, как бы, лечим свои основные органы. Новое крещение, оно, сейчас я не помню, сейчас как точно показать, но там еще чакра… Прямо на себе покажите. Да я не помню уже точно, я редко этим делаю, просто. А вы креститесь на ночь? Нет, крестились на ночь, да, с дымом, да. То есть, там крещится так. Вы сначала делаете старое крещение, старое крещение, да, а потом продолжаете уже подключать еще одни чакры. Вот чакра вот здесь вот, над плечом чуть-чуть, на тут, значит, и внизу там у бёня. То есть, сначала старое крещение, а потом новое. То есть, там дополнительные точки, которые вы себя лечите вот этим изучением. Может, полечите кого-то? Я, кстати, вот выдавал тут книжки, новые молитвы, я как-то вот на Новый год или когда там раздавал, привозил. Там это крещение нарисовано. Кто брал эти брошюрки, посмотрите. Уже никто не помнит. А если не помните, можете купить, а не продаются. Нет, не есть. Вот там новое крещение нарисовано. Крещение по-новому. У меня вопрос. А, какой вопрос? Я закончил, в принципе. Вот все, да. Различие информации от энергии. Энергия, чем они отличаются? А никакой? Любая энергия отличается. Нет, не согласен. Все, не будем спорить, все, вчера я сказал. Энергия – это глина, а информация – это горшок. Вот две разных вещи. Правильно. Горшок – глина. Да, все. Любая информация – это… Не кричит. Любая энергия обладает какой-то информацией, а любая информация несет определенную энергию. Только информация и энергия – они разные, частоты разные и так далее. Скомпонована, как говорится. Вот это уже… Ну вот смотрите, мы сейчас идем в новую эпоху. Эпоху Водолея. И там нам нужны знания более высокого уровня, которые вибрируют с более высокими частотами. А сейчас очень модно стало Веда вспоминать ту же Библию, Коран там и прочее, прочее. Никто не говорит, что это плохие книги. Но это базовые книги, рассчитанные на информацию более низких частот. И поэтому на этих книгах в новую эпоху не въедешь. Это все равно, что как в институт принести школьные учебники и пытаться получить там что-то новое. Веда, значит, получается низких частот? Ну они даны, когда были? Какая разница? Какая разница? Вы можете в институте учиться? Жить истинные знания. Как они будут? А школьные учебники не истинные знания? Нет, конечно. Как нет? Просто в институте они уже не годятся. Нужны другие учебники. Вы закончите... Они к реальной жизни не относятся. А? Они к реальной жизни не писатся. За реальной жизни. Здрасте. А что зависит? Ну если вы... Александр Петрович, ну вы куда-то опаздывали? Ну если вы не изучите арифметику, вы никогда не изучите алгебру. Не изучив алгебру, вы не изучите там тригонометры и прочее, прочее. Я не хочу это учить, зачем? У меня гуманитарный образователь. Зачем мне нужно могла оставить в институте? Вот тебе раз. Ладно. Мне как на образование. 47 тысяч лет назад дал инструкцию, как жить на земле. То есть, как ее сохранить? Все то. Это и есть следы. Это и есть следы. Спасибо, Александр Петрович. Спасибо. 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 Все, выключили.